РОУЛАНД. Незаслуженно забытый зенитно-ракетный комплекс. Уже длительное время военные эксперты задаются вопросом, почему в списках военной помощи для Украины вообще не фигурирует ЗРК РОУЛАНД модификации 1, 2, 3. В контексте обеспечения украинских городов зенитно-ракетными комплексами ближнего радиуса действия, они могли бы оказаться крайне полезными. Для отражения, как минимум, налетов дронов Камикадзе Шахид-136, как максимум, до звуковых крылатых ракет. Однозначного ответа до сих пор нет. Немного истории и матчасти. ЗРК РОУЛАНД, это совместная разработка Германии и Франции, проект по которой стартовал в 1960-х, а в 1977-м данный ЗРК был принят на вооружение. Комплекс в течение эксплуатации неоднократно модернизировался, а также стоял и даже стоит на вооружении многих стран. Последней серийной модернизацией ракет для данного ЗРК стало РОУЛАНД-3, серийное производство которое стартовало в 1988 году. Скорость ракеты составляла 620 метров в секунду, дальность полета до 8,5 километра, а максимальная эффективная высота уничтожения цели 6000 метров, масса боевой части 9,1 килограмма. Время реакции для первой цели составляет 6,8 секунд, а для последующих целей – 2,6 секунд. В 1982 году, в ходе Фолклендской войны британский Сих-Харьерскс-456 был сбит из ЗРК РОУЛАНД, стоявшего на вооружении 601-й артиллерийской группы ПВО Аргентинской армии. В 1991 году самолет А-6 Титрем Интрумер был сбит в Западном Ираке. В том же году иракские ЗРК РОУЛАНД сбили самолет британских ВВС Панавиа Торнадо в районе иракской авиабазы в Таллиле и чуть позже А-10 Трайденболт ВВС США. В настоящее время, большая часть ЗРК РОУЛАНД сняты с вооружения. В Германии ЗРК РОУЛАНД был снят с вооружения в 2005 году, хотя, в ряде подразделений, например, в 15-й зенитно-ракетной группе в Лейбхайме он стоял на службе до 2006 года, а в 301-м противотанковом ракетном дивизионе до 2007. На момент снятия с вооружения, только в Германии числилось более 180 ЗРК РОУЛАНД разных модификаций. При этом запас ракет к данной ЗРК за десятилетия ее эксплуатации накопился весьма и весьма приличный. Вот и возникает вопрос, почему данный зенитно-ракетный комплекс не рассматривается как средство ближнего прикрытия таких городов, как Харьков, Одесса и не только. Кроме того, как и средство, которое было бы вполне уместным по линии боестолкновений, против вражеской вертолетной техники, либо штурмовой авиации. Крайне сомнительно, чтобы все эти ЗРК были отправлены на слом, это не про немцев, особенно с учетом того, что у них техника, находящаяся на хранении по 40-50 лет, находятся в идеальном состоянии. А тут, речь про 15 лет хранения. На момент снятия с вооружения, только в Германии числилось более 180 ЗРК РОУЛАНД разных модификаций. При этом запас ракет к данной ЗРК за десятилетия ее эксплуатации накопился весьма и весьма приличный. Вот и возникает вопрос, почему данный зенитно-ракетный комплекс не рассматривается как средство ближнего прикрытия таких городов, как Харьков, Одесса и не только. Кроме того, как и средство, которое было бы вполне уместным по линии боестолкновений, против вражеской вертолетной техники, либо штурмовой авиации. Крайне сомнительно, чтобы все эти ЗРК были отправлены на слом, это не про немцев, особенно с учетом того, что у них техника, находящаяся на хранении по 40-50 лет, находится в идеальном состоянии. А тут, речь про 15 лет хранения.